здравствуйте дорогие друзья братья сестры сегодня на меня вышел замечательный человек представитель афиша деле его зовут алексей но что вы слышали наш диалог его вопросы которые вы часто тоже задаете сейчас вот я его представляю алексей алексей с нами на связи алексей расскажи пожалуйста вот что это такое афиша деле в двух словах и я с радостью отвечу на твои вопросы если двух словах это интернет-издание которое пишет про довольно трендовые модные вещи и мы обратили внимание что последнее время много учеников решили заниматься ютубом и нам стало интересно можно сказать в какой-то степени тренд и решили сделать статью написать почему вообще представители церкви идут на youtube и что они хотят там делать спасибо большое спасибо большое ну дорогой давай что начнем по отвечать на твои вопросы которые ты хотел чтобы я озвучил да с удовольствием так давайте я вам так обозначить да да конечно вот ну давайте начнем вот самого простого и очевидного как давно и почему вы решили стать священником священником уже я десять лет как служу стать это конечно было решение раньше у меня отец священник который сейчас служит городе в веслане священники они как военные куда пошлют там и служим свое время это огромнейшая такая метрополия была включала в себя на и ставропосе край и северная сетью но много территорий ставра и вот сейчас укрепнение епархии стала поэтому он сейчас лаване кавказской епархии служит но к чему я это в к тому что я видел очень много хороших примеров священников с которым он общался в которых брал богословение как бы на свое служение очень известный кто будет смотреть это видео я рекомендую посмотрите документальный фильм о отцы николай гурьянов и его хотят причислить кликов святых и вот батюшка николай и он благословил моего папу на служение то есть вот эти добрые примеры алмазы скажем так в лоне церкви православной конечно они побудили пойти по этим по этой тропе который ведет к господу и самое главное по сути для чего по что в церковь не идут заработать какие деньги каких-то денег это наивно полагать многие думают что есть эти деньги в церкви на самом деле критерии финансового дохода того или иного храма зависит от многих факторов это город это добродетели какие-то благодетели вернее а если это вот как я допустим сельском приходе служи это очень маленький доход то есть но многие все равно под одну скажем так если грубо выражать гребенку все это расценивать но на самом деле главная ценность это служение богу это это не описать это это нужно просто прочувствовать когда ты стоишь у престола общаясь в молитве с господом молись за тех кто за твоей спиной стоит и когда ты видишь эти добрые плоды своих трудов ну вот это все меня конечно побудило много-много чудес которые есть в церкви огромное количество и нетленные мощи людей святых хотя вот мало кто слышит но вот изумительно есть до несколько святых можно привести пример это спиридон тримифутский 4 века святой да и которого мощи нетленные температуру тела 36 и имеют да там александр свирский то же самое то есть для научного мира это шок как это может быть ну по обычным языком выражаясь труп иметь температура тела как у живого человека как он не разлагается а вот господь показывает свою силу любовь на вот таких угодниках божьих и и это много много и когда ты видишь что в этот материальный мир он очень временный но господь показывает в каких-то моментах вечность ты конечно это еще больше тебя побуждает и подкрепляет вот служить богу да конечно да вот как вы вообще узнали о youtube и почему решили завести на нем блог ну youtube я конечно вообще как бы с как определенную страничку я очень давно создал на больше 12 лет назад но я им вообще не пользовался когда никогда просто заходил ради любопытства посмотреть что это такое какие-то видео вообще для меня первое общение с интернетом было такой немножко так можно сказать на вытянутую руку там много письма не толком ничего не понятно пока не стал искать суть зачем все это ведь все надо согласиться с тем что интернет это большая корзина не всегда хорошего часто это ну скажем так грубо можешь выражать но это помойка но часть если человек найти как как говорится праведному человеку все правильно и добро а злому человеку нечестимым все вокруг зло и мерзость поэтому когда ты ищешь лучшее в интернете а сегодня еще больше появляется этого нужного даже для души нужного ты конечно этим в добром смысле заражайся и хочешь тоже привнести какую-то лепту потому что господь не зря призывал апостолов через апостолов епископов а уже епископ и священников чтобы мы несли свет христов для людей потому что в интернете очень много молодежи очень много людей и тоже православных верующих это это паства которые мы не должны оставлять вне храма вне богослужения с которой тоже нужно общаться и отвечать на те вопросы которые гложет душу человека поэтому вот страничка это и была создана с целью такой духовно-нравственного просветительского момента назидательного может быть потому что это не только к допустим на свою страницу я загружаю трансляции которую веду в проекте бачка ла бачка любовь и как другие священники там ведут также какие-то мероприятия с молодежью какие-то акции притчи интересные истории то есть все связанными с духовным таким созиданием и это вот я буквально может быть ну года два-три стал развивать когда вот понял что наверное в своей деятельности именно не интерна деятельности мне этого мало и нужно как-то дальше идти расти расширяться ну вот поэтому принял такое решение с одной стороны переживала потому что все равно есть какие-то провокаторы которые пытаются те подловить и в что-то изыскать из знаете как из пальца высосать какую-то проблему они есть на самом деле но это настолько мизера что ты понимаешь на фоне остальных соте людей которые высказывают слова благодарности за твою деятельность ты понимаешь что ты правильно идешь может быть с одной стороны как бы не нужно этого слышать блага спешу это все-таки опасно для человека как в плане гордыни но тем не менее ты видишь что но это интересно людям они смотрят это ну как пример да вот у нас не так давно рада неца было для меня это большой был показатель когда мы сняли с молодежи православным центром вский благовест видео одну сделали вот так скажем так почти профессионально и его только лишь на ю тубе посмотрела девять почти с половиной тысяч человек только на это канале а есть по всем суть а мы уже распространяем что чтобы это видео дальше посмотрим посмотрел около 22 тысяч человек то есть для меня это уже определено показать что это людям значит интересно видео отзывы и знать ну надо значит трудиться дальше ну поэтому каббас на если подвели итог потому что это как минимум актуально для верующего человека для неверующего пролистнет это ему это не нужно а для верующего он найдет для себя ответ я бы больше где-то относился как хобби потому что изначально я не думал что это так вот вырастет серьезно и и дальше будет что-то расти но сегодня на сегодняшний день я это уже воспринимаю как определенная дальнейшее в не скажем мирской жизни именно интернет интернет жизни служение богу служение богу служение людям потому что есть все сводится только к личности что это я делаю это это все рухнет в одну секунду а когда ты понимаешь что ты делаешь для славы божией и для людей это даст еще больше плоды поэтому как служить как служение сегодня это воспринимаю вот говорили про негативные комментарии что иногда встречаетесь вот а как вы на них реагируете удаляете их или просто читаете раньше раньше было по-разному бывало удалял знаете это как плесень которую кто-то почитал кто-то начинает распространять поддерживать раньше удалял ну по неопытности я бы сказал так еще своей первоначально сегодня уже имея определен опыт ты отвечаешь так что у человека дальнейших вопросов не возникает а если возникает ты и на тот вопрос отвечаешь а если совсем там какие-то вот оскорбительные там они вообще не по делу там сквернословия мат но она не нету смысла его вообще держать так те конечно удаляешь а если это какие-то вот вопросы с подковыркой ты отвечаешь а если вот мат и тому подобное но это никому пользы от этого нет поэтому только вот таких исключительных моментах я удаляю на данный момент нет по нескольким причинам первое я не преследую выгоды в этом именно материальный поэтому я и в храм пришел по что я шел к духовным ценностям а не материальным второй момент вы прекрасно это знаете что до определенного количества людей вот сейчас я приближаюсь именно ютуба канала тысячи подписчиков вот начиная с тысячи только начинается монетизация и только тогда ее можно запустить но и принципе если когда уже будет тысячи там буквально несколько человек осталось я пока не планирую никакой включать монетизации хотя некоторые и блогеры с которыми общаюсь и в том числе бачки блогеры ингид принципе то что тебе мешает что тебя смущает ты можешь если какая-то будет копейка капать ты сможешь лучше камеру купить для более качественного потом видео то есть для того же развития контента принципе ни у кого ничего ты не забираешь это твой труд который в том числе где-то ну ну наверно должен быть вознагражден как господь говорит проповедующий питается от своей проповеди ну пока я себе цели такой не ставлю что что-то материально от этого приобрести или заработать для меня главное и останется это именно духовное такое обогащение ну большей степени поддерживают рады видите тут в чем есть маленькая опасность что каждый человек он не безгрешен он может оступиться как пример да когда ты ведешь трансляции прямые бывает они полчаса а бывает и два часа и за два часа ты уже просто устал чисто по чайски устал и ты начинаешь уже можешь что-то по своей усталости ну не то сказать или ошибочно сказать вот я недавно маленькое такое чудо снимал в храме на instagram выкладывал как женщина принесла горшок с плетучий таким растением и чтобы она полилась взяла засохшую лозу который виноград они еще прошлом году срезали и он лежал засох и вот она сделала арочку чтобы это плетенка по ней росла и вот это вот лоза она год сухая пролежала и сейчас она пустила листья и зеленый виноград начинает из нее вылазить то есть мини чудо такое и вот когда я снимал это маленькое видео я сказал оговорился то что невозможно правильно как было рассказать то что невозможно человеку возможно богу а я быстро быстро писал по штамм минута максимум только на instagram можно выкладывать и оговорился то есть наоборот переставил ну и посыпаясь комментарии чего вы говорите ну естественно я извинился что я оговорился безусловно богу практически все возможно кроме того что он насильно человека не спасает без желания самого человека то есть в рай он не загоняет никого это желание человека и жизненный его труд во спасение своей души то есть ну бывают какие-то просто ли по торопливости или по усталости и вот многие боятся что вот что-то не то скажут и потом их там поругает там или архиерея или кто-то но нету человека без греха только один господь без греха поэтому в большей степени поддерживают молодец но мы пока опасаемся а если вот уже те которые начали заниматься деятельностью они уже это все пережили уже там кто-то по своей гиперумности на них там какие-то кляузы писал что то не то ну естественно у нас архиереи грамотные умные они говорят давайте вот этого поправить его этого прокомментируете что ну естественно все это однозначно дипломатично разрешается понял вот еще так есть более общий наверное вопрос что вам нравится в ютубе и что вас в нем оттолкнуть очень что давайте сначала что очень не нравится я бы наверное может быть даже как-то законодательно запретил бы детям даже может быть всего интернета как бы такой фильтр поставил ну как минимум до 9 10 лет чтобы вообще доступа в интернет не было потому что в большей степени большей степени они не смотрят что нужно важно или полезно вот у меня сын это вот при всем том что он и он сын священника все равно я иногда историю просматриваю куда не надо залазить и начиная с ним про не ругаешь там начинаешь вот с духовной стороны воспитывать при всем этом а дети бесконтрольные которые родители купили планшет вот сиди и только не мешай это катастрофа и я с этим очень часто сталкиваюсь что дети как ужасы смотрят как порно смотрят все что угодно что просто их душу уничтожает они еще не понимать но они ради интереса ради вот это запретного плода который сладок они вот это все лезут и этого очень много поэтому и вот какой-то вот возрастной фильтр я бы сделал однозначно плюс вот эти многочисленные группах с которыми очень нашумевшие всякие киси никит суицидальные всякие вот в таком плане жестокости очень тоже много и она практически мало фильтруется или удаляется провайдерами администрации модераторами соцсетей вот это конечно оно не нужно ни одного я человека здравомыслящего взрослого не встречал кто-то кто бы это поддержал вот это конечно очень смущает и отвращает очень смущает когда на детях пытается сделать деньги в каком плане ну хотя бы такую полу положительным когда они там играются какие-то там на ю тубе это сейчас сделали youtube kids до связи с американскими определенными там судами раньше было это вот он измазался в шоколаде но имитация что он измазался в фекалиях и над этим все смотрят смеются что он в какашках и измазался и это миллионы просмотры на чем мы смеемся над своими детьми но это не не смешно это сожаление родителям что они пытаются на этом как-то заработать просмотрами то ли финансово то есть и мы не выставляем какой-то положительный ребенка пример хотя и это есть но этого очень мало наоборот смеемся над какой-то но не нужность особенно детей или пожилых людей вот вот это конечно я бы может быть очень сильно отфильтровал хорошего но очень много хорошего как передачи культурологические исторические там путешествия патриотизм очень-очень много духовный первую очередь очень много хорошего но вы знаете есть такой замечательный поиск это горится если в двух словах но на людей делил на две категории на пчел и на мух говорит муха всегда летает среди навоза но найдет цветок и сядет на него цвет на этот цветок а муха как бы не летала над полем цветочном она все равно найдет навозную кучу сядет на нее поэтому нот поэтому принципу по этому принципу я думаю все равно человек к сожалению будет делиться и будет ведь проще грех сделать чем добродетель поэтому вот так и складывается понял а вот еще два вопроса у меня осталось вот скажите пожалуйста что должно вообще произойти чтобы вы бросили youtube карьера весь ваш так выразить эту хобби на данный момент на данный момент пока не знаю что может быть но первичное это мое служение богу в храме деятельность в живую если это ютубовская деятельность интернет деятельность как-то начнет вредить реальной жизни занимать больше жизни то конечно приоритет живого общения он неоценим интернет это замечательно но живое общение без гаджетов это фундамент нашего нашей коммуникабельности нашего словарного запаса роста всех всех моментов вот если это как-то начнет реалью ущемлять то может быть я приостановлю или закончу вообще с интернет деятельностью понял ну и последнее вот смотрите ли вы каких-нибудь видеоблогеров и если любимые нелюбимые смотрю есть из духовных смотрю отца павла есть отец серик левикин тоже ютубера своя атмосфера он канал ведет из мирских ну как ни парадоксально иногда соболева смотрю почему потому что он какие-то острые берет темы и специфические порой к сожалению используя сквернословие но тоже смотрит и людям это интересно и ты все равно как-то смотришь что людям актуально что они какие вопросы на эти темы задают и муж как-то их освещаешь вот ну есть ряд других ютуберов которые смотрю почему потому что они актуальны и должен понимать чем дышит в первую очередь молодежь потому что я больше занимаюсь молодежи она мне ближе на вот а если ты не знаешь чем она интересуется что ты искажешь ну поэтому кого-то так вот самых распространенных смотрю а есть нелюбимые которые примут совсем не есть ну не взоров наверное но и все равно его периодически смотрю потому что его можно под порой прокомментировать но я не берусь его комментировать именно в интернете почему потому что его многие комментируют и как-то в кучу не хочу я как бы но он очень болезненно просто на и многие вещи относятся хотя острые моменты и берет порой даже актуалов даже актуальный который имеет место быть но это можно на некоторые еще проще посмотреть а он их более усугублять я бы сказал так но это его частное мнение у нас свобода слова слову свобода измышления поэтому почему бы и нет на каждый роток не накинешь платок пусть высказывается может быть знаете как какая-то негативная реакция какой-то негативный комментарий он тоже порой тебя заставляет задуматься над какими-то вещами и стать еще выше как бы вырасти немножко над этим чтобы ты потом с этом к этому более легко относился не расстраиваясь не обижаясь ни в коем случае а уже быть подготовленным то что нас не убивает нас делает крепче и тверже ну так понял вот у меня вот и наша закончилась беседа с алексеем рад был ему и вам рассказать о основных моментах как я пришел к вере почему я стал священником по милости божией почему я стал заниматься ютуберством интернетом я надеюсь вам было интересно храни вас господь с вами был священник константин мальцев аминь